Итак, мы начинаем с вами с доклада, который посвящен бактериальным лизакам в лечении и профилактике респираторных вирусных инфекций у детей. На самом деле, не только потому, что некоторые дети у нас имеют повышенный риск развития инфекций в дыхательных путей и, конечно, осложнений, что мы хотели бы с вами профилактировать, но и в связи с тем, что они нуждаются в восстановлении иммунного статуса. Давайте немножко поговорим на эту тему и обсудим. Конечно, аустроинфекции, как я уже сказала, они составляют основную часть причины обращения к врачам, как особенно у детей раннего возраста, первых лет жизни, ну и школьников, и наших подростков. Поэтому тема, которую мы сегодня с вами затрагиваем, она касается практически всех возрастов. Нужно сказать, что в целом, конечно, что нас радует, что они имеют респираторную инфекцию благоприятный прогноз. И, как известно, вот за время этой эпидемической ситуации дети наши в основном и коронавирусные инфекции разными штаммами болеют тоже достаточно легко. Но мы видим с вами, что есть и последствия респираторных вирусных инфекций, и в период течения острого заболевания, и в период после перенесенного инфекции. Особенно там, конечно, где у детей уже имеются фоновые заболевания, хронические заболевания, в частности, респираторного тракта. И одно из них наиболее наше волнующее – это, конечно, бронхиальная астма и повторные бронхиальные обструкции. Ну вот мы видим, что, конечно, инфекции могут нарушать и физическое, и эмоциональное состояние, давать такую повышенную утомляемость у детей. К сожалению, еще до сих пор у нас очень часто назначаются антибиотики. Мы видим, что эта проблема не оставляет нас и продолжает развиваться возникновение резистентности к антибактериальным препаратам. Поэтому тоже один из возможных вариантов уменьшения и снижения назначения антибиотиков и снижения резистентности – это, конечно, использование каких-то других средств, которые, в частности, повышают иммунитет, и к ним в том числе относятся бактериальные лизаты. И надо сказать, что инфекции дыхательных путей могут вовлекать как верхние дыхательные пути, и здесь сочетаться и с отитами, и риносинуситами, и ларингитами, ну и, конечно, нижние дыхательные пути, в частности, бронхиты, и абструктивные бронхиты, и пневмонии. И, конечно, хорошо известные нам виды бактерий участвуют в развитии этих, конечно, бактериальных суперинфекций, которые могут возникнуть после острореспираторного заболевания. На самом деле микробы, спутники наши, они живут в организме, заселяют организм, образуют так называемую микробиоту и формируют ее с самого-самого раннего возраста. И правильные, хорошие, так скажем, микробиота и баланс между микробиотой и иммунитетом, ответными реакциями, контроль, ну как в семье, когда взрослые, когда родители обязательно воспитывают своих детей. И правильное их поведение является, конечно, целым комплексом не только воспитания, но и самого ребенка, который правильно должен отвечать и разумно отвечать на факторы, которыми он сталкивается. Также и микробы наши. Мы видим, что микробное разнообразие формируется в течение уже первых двух-трех месяцев жизни человека. И верхние отделы наиболее сильно заселены, они являются важными источниками микробов, в том числе для нижних дыхательных путей. Ну вот мы видим, какие микроорганизмы здесь перечислены, которые заселяют разные отделы респираторного тракта. Тем не менее, есть, конечно, некоторые дети, которые были подвержены и привержены, так скажем, частым респираторным инфекциям вследствие различных факторов риска. Ну вот я не очень люблю вот эти термины, когда они зрелые, недостаточно развитые. Ведь если бы это было так, то ребенок, болеющий респираторными заболеваниями, имел бы очень высокие риски неблагоприятных расходов. А мы видим, что как раз вирусная инфекция является такими триггерами, такими стимуляторами, еще, так сказать, лучшей ответной реакцией иммунной. И врожденный иммунитет помогает этой составляющей, конечно, в первую очередь. Ну и постепенно идет приобретение нормализации баланса к снижению риска, в том числе, если ребенок правильно отвечает. Вот баланс между Т1 и Т2 иммунным ответом, что позволяет снижать в том числе и аллергические проявления. Надо сказать, что есть некоторые дети, их считают, что около даже 60% благодаря своим анатомобизоргическим особенностям, склонность к отеку, большое количество мелких дыхательных путей, склонность к гиперсекреции, ведут к тому, что практически многие очень респираторные заболевания протекают с бронхиальной обструкцией. И на самом деле это очень важная составляющая, потому что если у ребенка формируется бронхиальная астма, если у него повторные вот эти триггеры вирусные, они являются наиболее частыми провокаторами бронхиальной обструкции и первого обострения бронхиальной астмы, то, конечно, мы должны эту ситуацию с вами контролировать для того, чтобы снизить количество детей, у которых реализуется эта предрасположенность. Кроме того, конечно, мы все время говорим с вами о вирусных инфекциях, но значительная составляющая и значимость этих вирусных инфекций, и чего мы с вами опасаемся, и почему многие врачи назначают уже на старте респираторного заболевания антибиотики, это, конечно, риск возможного возникновения различных осложнений, в частности обострение тензелита, это атиты, конечно, это активация такого воспаления, которое предрасполагает к продукции слизи и с последующими уже структурными изменениями респираторного тракта. Ну, конечно, ребенок у нас часто падает, он получает различные травмы, царапины, ушибы, но это не мешает ему развиваться правильно в большинстве случаев, поэтому и респираторную вирусную инфекцию, мы относимся к ним с пониманием, но очень аккуратно ведем такого ребенка для того, чтобы у него не было бактериальных осложнений, для того, чтобы не формировались хронические заболевания. И надо сказать, что коронавирусная инфекция, которая сопутствует нашей жизни уже в течение, наверное, третьего года, она тоже реализуется, проявляется такими рутинными, так скажем, традиционными клиническими симптомами респираторного заболевания, и не всегда мы с вами подтверждаем этиологию, хотя много очень сходных симптомов и при РС-вирусной инфекции, и при аденовирусной инфекции, и при коронавирусной инфекции. Но вот интересен тот факт, что есть в случае ослабления, уменьшения мер защиты от коронавирусной инфекции, то отмечаются росты и других, в частности, РС-вирусной инфекции, которая особенно опасна для детей раннего возраста, сочетается с бронхиолитами, обструктивными бронхитами. Нужно сказать, что есть разные меры иммунизации. Есть так называемая пассивная иммунизация, она чаще применяется уже с антителами, с введением антител специфических, обеспечивающих защиту, в частности, например, при лечении гриппа и даже той же темычас коронавирусной инфекции. Нейтрализующие антитела взаимодействуют, препятствуют прикреплению вируса к клетке хозяина и опционизирующие инфицированные клетки хозяина разрушаются уже естественными киллерами. Но нас интересует, конечно, процесс активной иммунизации, когда ребенок может выработать предварительно, даже заранее выработать определенные специфические антитела, которые в том числе обладают такими перекрестными возможностями, и при встрече с инвазивными штаммами этих микроорганизмов. Мы видели, что ряд из них проживает в респираторном тракте и даже постоянно тоже стимулирует немножко иммунитет к выработке антител. Но вот такой активный иммунитет мы хотели бы выработать к этим наиболее частым микроорганизмам, бактериям, которые могут вызывать, как мы видим, различные клинические проявления стороны верхних и нижних дыхательных путей. И как раз хочу поговорить с вами об ОМ-85. Это наиболее изученный иммуномодулятор, действие которого направлено на стимуляцию иммунитета дыхательных путей. Мы видим, посмотрите, вот в левом части слайда представлены 21 штамм бактерий, но тут представлены основные бактерии, а их еще несколько штаммов входит. То есть 21 штамм бактерий, вызывающих респираторные заболевания, наиболее частые. Конечно, трептококки, это гемофилиус, это клепсиела, это степилококки, мароксела в том числе. И, конечно, мы видим, что идет активация иммуноклеток. Препарат назначается парорально. Затем лимфоидная ткань попадает в лимфоидную ткань, ассоциированную со слизистыми оболочками, и формирует иммунитет дыхательных верхних и нижних дыхательных путей. Надо сказать, что ОМ-85 мы с вами хорошо знаем. У нас было с вами два препарата, бронхомонал и бронхобаксон. Бронхобаксон сейчас у нас не зарегистрирован на Российской Федерации, а бронхомонал мы с вами продолжаем использовать. И я вам представляю эту информацию. Надо сказать, что множественный механизм действия ОМ-85 и против вирусной, как я уже сказала, и против бактериальной инфекции, и против воспаления. Смотрите, потому что вот такое воздействие на различные составляющие и клеток порожденной иммунитета, и противовирусных цитокинов, и противовоспалительных цитокинов, которые активируют лимфоциты, различные полулимфоциты, и антителообразование. Но при этом весь этот процесс сочетается с иммунорегуляцией. Поэтому мы не видим с вами обострения каких-то иммунных процессов. Усиливается иммунитет против вирусов в бактерии, баланс стабилизируется между Т1 и Т2, и снижается воспалительный иммуноответ. Надо сказать, что известные вот эти факты, которые я вам называю, они реализовались в согласованном мнении экспертов. Документ, который был создан и представлен в публикациях в 2020 году, в котором участвовала под руководством Сусанна Эспозита, президента Всемирной ассоциации инфекционных заболеваний. И российские эксперты, я в том числе, участвовали в этой публикации, в этих материалах, которые говорят среди упоминающихся там иммуномодуляторов, что ОМ-85, который назначается у нас с 6-месячного возраста, зарегистрирован, и получено уже достаточно много данных, но необходимо продолжать эти исследования. Какие же данные нам показывают эффект? Вот, в частности, мета-анализ, охранинский обзор, это такие наиболее доказательные публикации, говорят о том, что частота инфекции с применением ОМ-85 с охранницей контрольной группой снижается на почти 30, более чем 30%. Другой мета-анализ, который анализировал и сочетал вот этот анализ по 53-м рандомизированным клиническим исследованиям, тоже, смотрите, какое огромное количество пациентов было включено, почти 5 тысяч, сокращение частоты респираторных инфекций, даже вообще вдвое практически. Особенно у детей, это нас интересует, детей с рецидивирующими инфекциями респираторного тракта, и что тоже очень важно, что применение этого препарата позволяет сокращать длительность инфекции на целых 3 дня и быстрее снижать температуру, обструктивные нарушения, то есть воспалительные процессы и, конечно, назначение антибиотиков и длительность назначения антибиотиков. Вот еще тоже одна из публикаций, которая показывает снижение. Вот здесь мы видим, все сдвинуто в левую строну. Практически те дети, которые получали препарат, частота назначения антибиотиков у них была практически снижена. И они, вот мы видим здесь как раз еще такое обведено кружочком, что это практически во всех этих публикациях достаточно больших. Это для нас очень важно, потому что, конечно, когда мы стоим перед выбором, что назначить ребенку, и в том числе, конечно, антибиотические препараты, ребенка с высокой лихорадкой, интоксикацией, конечно, врач думает об этом. Но вот альтернатива, ну не совсем альтернатива, но возможный выбор, особенно на старте, на начале. Мы всегда говорим, что антибиотики назначаем, если нет эффекта от предшествующей терапии, три более дней, то мы видим вот снижение количества и бронхообструкции, и обострений бронхиальной астмы. Тоже вот все сдвинуто в левую сторону. В правой стороне этих исследователей они не нашли ухудшения состояния на фоне применения ОМ-85. Наоборот, был положительный результат. Итак, мы видим, что согласно данным, дополнительным данным, снижает частоту инфекций дыхательных путей, эпизодов бронхообструкции, обострений. Причем, напоминаю вам, что препарат назначается уже с 6-месячного возраста. Но вот здесь, поскольку с левой стороны первые исследования у детей было от года до 6 лет, потому что все-таки чаще мы видим, что дети у нас заболевают после года, и здесь как раз склонность к обструкции у них реализуется. В другом исследовании тоже у грудных детей снижение частоты рецидивов обструкции, респираторных инфекций, опять же, что снижает риск развития бронхиальной астмы. А вот следующее, последнее, третье исследование, это даже двухлетнее ретроспективное исследование. От 3 до 6 лет тоже покажено снижение количества эпизодов обструкции по сравнению с контролем. Итак, снижается частота среднего атита, тензилита, различных хронических респираторных заболеваний. Потребности, соответственно, снижается риск возможного хронического риносинусита. и, соответственно, улучшается и возможность к обучению, и возможность к нормальному образу жизни детей. Вот я среди этого большого количества исследований в комплексном лечении хочу обратить ваше внимание на седьмой пункт и на восьмой пункт. В седьмом пункте мы видим с вами, что было более 120 детей от 2 месяцев до 2,5 лет, и в течение 14 дней препарат назначался в острый период. И еще шестой пункт. Дети тоже, начиная с самого раннего возраста, как зарегистрировано здесь, 6 месяцев, 10 дней получали препарат в острый период, и через 20 дней 2 профилактических курса, как мы уже говорили, по 10 дней. В данном случае это было 2 профилактических курса, но традиционно профилактиками применяем 3 профилактических курса. Надо сказать, что этот препарат очень хорошо переносится, в том числе в сочетании с противогриппозной вакциной. Сейчас как раз у нас с вами нарастает эпидемический сезон, сейчас мы прививаем детей от гриппа, и как бы эти 2 направления профилактического очень хорошо комбинируются. Профиль безопасности. Конечно, я все время подчеркиваю, что мы назначаем этот препарат у детей с бронхиальной обструкцией и с бронхиальной астмой. Исследования, которые проводились, анализ был проведен, 40-летний опыт клинического применения с 1979 года по сегодняшний, ну, прошлый год, 2020 год, препарат получали 61 миллион взрослых и 61 с хвостиком миллион детей. И всего лишь мы видим, зарегистрировано 538 случаев гиперчувствительности у детей и взрослых, причем в основном ограниченной кожей, то есть какой-то мог быть аллергический, аллергическая могла быть реакция, то есть приносимость очень и очень хорошая. Итак, мы видим, что препарат может применяться в острой респираторной инфекции, в начале заболевания, при прогрессировании заболевания, если уже назначены антибиотики, можно добавить ОМ-85, и, конечно, вопросы профилактики и реабилитации. Вот мы все время говорим о профилактике, еще очень важной составляющей. Давайте обратим внимание на эту серединочку. Реабилитация. Еще раз подчеркну, и дети, которые перенесли респираторную вирусную инфекцию, любой этиологии, включая коронавирусную, и профилактика рецидивов, и хронических заболеваний, потому что, в частности, бронхиальная астма, да и ряд других заболеваний, они провоцируются в основном вирусными инфекциями, и поэтому там, где у нас есть ребенок с частыми вирусными, респираторными инфекциями, там, где ребенок проживает в экологически неблагоприятных условиях, и что формирует, опять же, предрасположенность к этим заболеваниям. Пациенты, которые перенесли достаточно тяжелую инфекцию, дыхательных путей, после окончания этого заболевания рекомендуется профилактический курс по 10 дней, 3 курса в течение 3 месяцев. Конечно, из группы риска развития рецидивирующих инфекций, то есть это наши пациенты, которые посещают организованные учреждения, ну и, конечно, хронические заболевания. Итак, вот это Всемирная ассоциация социалистов по инфекционным заболеваниям, о которой мы с вами говорили в Эдите, рекомендует использовать препараты с 6-месячного не более возраста, и этот единственный препарат рекомендует для профилактики повторных инфекций, дыхательных путей, формируя вот этот вот Т1 тип иммунного противоинфекционного ответа, и показывает регулирующие зависимые противовоспалительные эффекты, независимо от наличия или отсутствия аллергии. Еще раз обращу внимание на среднюю часть этого слайда, которая регистрирует типичную такую схему назначения ОМ-85, бронхоммунала, это 10 дней, как мы видим, по 10 дней каждого месяца 3 курса, и это формирует у нас как раз вот эту отличную иммунную ответную реакцию. Значительное снижение нереспираторных инфекций, в том числе и у подростков. Вот это исследование было у детей от года до 12 лет с бронхиальной астмой, рецидивирующими респираторными инфекциями. Анализ проводился и через 6, и через 12 месяцев. И что очень важно, курс проведен, может быть проведен повторный, кстати сказать, курс, но даже после однократного курса, как здесь мы видим, и через 12 месяцев сохранялся этот эффект. Итак, мы видим, что многочисленные клинические рекомендации и консенсусы, и китайские наши коллеги, и систематические обзоры с острым риносинуситом, обострением хронического риносинусита. Очень много у нас с вами таких детей, у которых практически не дышит нос, постоянно сопли, отсюда возникает кашель, и периодически обостряются эти инфекции. И европейский депозитационный документ по риносинуситу, назальным полипам, ЭПОС, который мы тоже с вами хорошо знаем, и другие консенсусные документы. Но надо сказать, что и у нас в стране, конечно, сейчас идет постоянная работа по созданию клинических рекомендаций, в частности, острая вирусная инфекция, респираторная вирусная инфекция. Мы видим здесь с вами ОМ-85 включен в эти рекомендации. Кроме того, у нас есть такие документы, которые мы издаем вместе с общественными организациями, в частности, с аллергологами, пульмонологами. Вот мы видим здесь Российское педиатрическо-респираторное общество, Российская ассоциация аллергологов, клинических хомонологов. Уже у нас выходят следующие версии, когда вышла первая версия, ее инициировала профессор Ревякина, Вера Афанасьевна. Мы опасались, очень, все-таки, называется, как вы видите, прима, по иммундулирующим препаратам, в аллаторной практике, консенсус такой. Но сейчас уже вышла вторая версия, вы ее видите здесь, и готовится третья версия. И обязательно в этом документе мы видим очень существенное место занимает ОМ-85. И вот последняя версия острых инфекций и дыхательных путей, тоже клиническое руководство изданное большим количеством экспертов в разных уголках нашей страны. И эти документы вы можете найти в интернете, вы можете найти их на нашем сайте pulmodieti.ru. И ОМ-85 мы видим, что является наиболее изученным препаратом, применяется в составе лечения, в составе комплексного лечения и профилактики, как мы видим, острых респираторных инфекций. Ну и, конечно, вот эта ситуация с коронавирусной инфекцией позволяет рекомендовать этот препарат, иммуномодулирующий препарат, содержащий бактериальные вот эти антигены, которые стимулируют иммунитет после выписки больниц с коронавирусной инфекцией, когда, конечно, велика роль и еще остается предрасположенность, слабость и недостаточно иммунно-ответная реакция как у детей, так и у взрослых. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok